Всем привет! Юль, что-то я немного расстроена. Что на этот раз? Хотя тут сложно не догадаться. Тебя расстроила дата на календаре. 27 августа. Эх, да, позади три месяца лета. Впереди сложный школьный этап. Да, даже не знаю, чем теперь поднять на настроение. Хотя сейчас мы тут с нашими любимыми телезрителями, поэтому давай не будем их огорчать. Да, точно. А лучше уже начнём и скорее посмотрим, какие там сюжеты нас всех ждут. Поехали! Юля, спорим, ты сейчас удивишься? Я такое узнала. Ну, рассказывай. Ты знала, что самый большой флаг России был поднят на горе Эльбрус в 2016 году? Ого, на Эльбрусе? Там ведь высота около 4000 метров. И насколько большой был флаг? Тысячу квадратных метров. Внушительная цифра. Ира, с чего это ты так заговорила про флаг? Катя мне рассказала интересный факт, а я решила поделиться с тобой и с нашими телезрителями. Точно, мне Катя говорила, что у неё приготовлен интересный сюжет. Смотрим. Ежегодно 22 августа по всей России отмечается один из самых важных патриотических праздников страны – День государственного флага. Официальный праздник был установлен в 1994 году. Празднуют его по всей стране без исключений. Устраивают конкурсы и мастер-классы. Проходят лекции и викторины об истории праздника. В нашем посёлке в этот день в парке отдыха прошёл праздничный концерт. Мы поднимаем наш патр своего государства. Мы поднимаем наш патр своего государства. Кто заставит нашу песню смолкнуть в нашем поле? Против нас хоть мир весь чёрный, восставай задорно. С нами пахнет, что не с нами, тот падёт позорно. Все желающие – дети, взрослые – могли создать свой общий флаг. Достаточно было подойти к столу с цветной бумагой, обвести и вырезать свою ладошку и прикрепить её ко всем остальным. К концу мероприятия у льнявцев получился замечательный креативный флаг. В то время как на сцене звучали патриотические песни, в хоккейной коробке каждый ребёнок мог сыграть настольную игру, например, в джакала или большие шашки на асфальте. Игры на свежем воздухе вдвойне интереснее, чем электронные в гаджетах. Поэтому ребятишки с удовольствием участвовали в разных конкурсах, бегали, играли и общались между собой. Не менее яркой локацией стала фотозона. Она была сделана из бумажных голубей и бело-сине-красного цвета. Любой гость праздника мог сделать необычную фотографию на фоне летящих птиц. Приняв участие в таком мероприятии, ощущаю себя частью могущественной с великой историей. Наш триколор – наша гордость. С праздником, дорогие телезрители! По дороге ночной гармон заливается. Девки ходят в бой, а мило пумы боются. Ночь такая замечательная, рядом с тобой. Песня русская, мечтательная, бьется рекой. Субтитры создавал DimaTorzok